Добрый вечер! Мы продолжаем серию уроков по Раву Шерке по книге «Берешит». И в этот раз как раз у нас совпадает с недельной главой, которую мы на этой неделе учим. Прошлая статья, которую мы разбирали, она рассказывала о диалоге Всевышнего с человеком. Сейчас мы будем заниматься диалогом мужчины и женщины, то есть Адама и Хава, ну или, если точнее сказать, его отсутствие. Итак, я начинаю читать. Иудаизм видит в мужчине и женщине две части одной личности. Женский род – слово «мужчина». В прошлый раз мы говорили о древе жизни, древе познания и о том, как еврейская традиция понимает слова Торы, связанные с тем, что принято называть грехом Адама. И мы увидели, что есть оптимистичное, если можно так сказать, понимание греха, что согласно иудаизму, грехом называется не само поедание плода древа познания, а то, что он был съеден прежде плода древа жизни. Это тема, которой мы занимались в прошлый раз. И через этот рассказ Тора также говорит нам об отношениях мужчины и женщины, о первой паре человечества. Тут раскрывается целое мировоззрение, которое я хотел бы сегодня обсудить. Сегодня мы поговорим об отношениях мужчины и женщины, согласно тому, как это показывает нам Тора. Все приглашаются к обсуждению. Если какие-то есть что-то добавить или хочется сказать, или вопросы, то не стесняйтесь и вступайте в диалог. Важно подчеркнуть, что иврит – единственный язык, в котором слово, обозначающее женщину, является женским родом слова, которым называют мужчину. На иврите «иш» – мужчина, «иша» – женщина. Ни в каком другом языке этого нет. Например, на французском, чтобы сказать «мужчина», говорят «хом», не знаю точно, как это считается. Когда говорят «женщина», говорят «фэм». Слово «фэм» не является женским родом слова «хом». Также в арабском языке «раджуль» – мужчина, «мара» – женщина. Также в английском языке слово, которое означает мужчину – это «мен». Мы бы ожидали, что женский род был бы «менес», ведь буквы «с» показывают женский род в английском. Но это не так. Мы знаем, что есть другое слово, которое совсем не похоже на слово «мен», слово «woman», смысл которого «женщина». Также на русском, на всех других известных языках. На японском я также знаю, что на языке «тилугу», слово, которое обозначает женщину, не является женским родом слова, которое обозначает мужчину. Это говорит нам о гениальности языка и бритв, грамматике которого заложено много смысловых значений. Это учит нас, что иудаизм видит в мужчине и женщине две части одной личности. То есть мужчина и женщина вместе называются словом «человек». И то, что на первый взгляд очень просто оказывается не таким простым в большинстве культур. У кого-то есть что-то добавить? Все-таки мужчина и женщина, мужчина и женщина все-таки, это не в определении как бы связи мужчины, муж и жена. Это именно как… Я даже не знаю. Это будет у нас в статье «Разница между Захаром и Накива, Иш и Иша». Раб дальше будет об этом говорить. Да, но останавливаясь на иврите, вот есть Захар и Накива, да, то есть как бы это просто определение пола. Есть Иш в Иша, есть Бааль в Иша. Ну, а Гали – это вообще не хорошее слово. Хорошее, но тем не менее это как бы официальное, правильно? Существует, да. Сейчас, секунду, я хотел вопрос, вопрос. Вот тогда вопрос. Вот в этих трех уровнях Иш и Иша – это уровень какой? Это личность. Вот это вопрос, да. Ну, нет, это я не придумала, это я слышала от моих учителей. Иш и Иша отражают личность. Это то, чего нет, кстати, у животных. Захар и Накива, там нет личности. Ну, и мы увидим дальше. Раб не говорит это прямо так. Если есть вопросы. А по поводу Бааль, это говорит сказанному пророку Иоше, что Бааль в Бали мне будет в будущем, а будешь звать меня Иши. То есть Иш, если выстраивать линию по тому, как ты сказала, то Иш, Иша и Ишиют. Иш, мужчина, Иши отлично, Ишиют личность персонали. Тогда да, тогда… Да, да, это связано с Ишиют. Хотя на самом деле грамматически считается, что происхождение этого слова от разных корней. Но это совершенно не имеет значения, по-моему, потому что в результате то, что мы видим в Таре, не важно с точки зрения генезиса, откуда, от каких слов, какое слово произошло, а важно, что реально в Таре мы видим, что так называется, мужчина и женщина, и они представляют собой как бы женские роды. То есть то, что глаза наши видят, то, что мы читаем, то, что мы воспринимаем. Может быть, с точки зрения, так сказать, эволюции языка, они произошли от разных корней, но это не имеет, по-моему, не имеет значения. Это я хотела уже сказать. Окей. А еще, может быть, к тому, на чем мы становились, что Иши, шаг, два, две части одного и того же, очень важное соображение, очень важный принцип. Например, очень известная книга, в свое время нашумела, ну, как все бестселлеры, многие бестселлеры, очень сильно нашумела, теперь не знаю, кто про нее уже помнит. В свое время очень была модная, называлась «Мужчина с Марса, а женщина с Венеры». То есть они вообще разные совершенно существа. Понимать им, и всю книгу он так проповедует, что нечего пытаться ее понять, нечего пытаться его понять. Вот делаю раз, два, три, четыре, и так что держите нейтралитет, и сможете прекрасно жить. И что интересно, что Харидин, ему эта очень понравилась, и они ее рекомендуют всяким парам, которые хотят шломбать, то есть найти какой-то патент, как жить в ней. Но это прямо противоположно тому, что написано в таре, и тому, что Раф Ширкина. Окей. Только странно, что при любодеянии называется «эш и тиш». Ну, ладно, это я так, это в голову. Не, ну а почему? Если кто-то имеет дело с «эш и тиш», «эша» в Тиле-Иш, все нормально, что тут странно. Она «эша», у которой есть «иш», у которой есть «ну». Да, но это не на уровне персональном, это на уровне как бы половой близости. Тогда это должно быть как бы баллуси. Она имеет, человек имеет половую близость «сэш и тиш», то есть «эша», у которой есть «тиш». Если это просто «эша», у которой нет мужа, это совсем не про любодеяния. Окей. Это может быть разврат или что-то такое-другое. Но нет, значит, он не входит. Ладно, мы далеко ушли. Так мне кажется, в этом как раз и суть, что самое начало Торы нам показывает высший уровень единения, когда они были вообще одним человеком, потом от Адама отделяют хабу, и тогда он называет ее «иша». То есть это первое, что приходит ему в голову. Просто женский род от себя, потому что только что она еще была им. А мы сейчас от этого уровня опустились, от этого уровня единения. И поэтому там на современном иврите муж называется «баль», то есть другим словом, неоднокоренным. И поэтому как раз у нас сейчас мужчина с Марса, а женщина с Венеры. То есть мы должны еще выучить язык друг друга, чтобы подняться вот на тот уровень, когда слово будет «иш» и «иша». Это было бы прекрасно, но он не предлагает автору учить друг другу чужой язык. Он просто предлагает патенты, как делать так, чтобы не пересекаться, не наступать на мозоли. Ей нужно конкретно. Жена хочет сочувствия. Ну сделай вид, что ты зачувствуешь. Поговори с ней. Все будет хорошо. Это я утрирую, конечно, но в принципе это так. Он не говорит, что надо сочувствовать. Понимаешь? Так это и есть язык. То есть есть вот какой-то инопланетянин, и я хочу ему передать какое-то сочувствие, но я не знаю, как это будет на его языке. Но она не так устроена. Я когда-то читала. Ну может быть, со временем у меня стелась более, может быть, там есть нюансы какие-то, но в основном она оставляет ощущение патентов, а не поиска общего языка, насколько я помню. Ну в общем, мы сейчас эту книгу не будем обсуждать, потому что действительно то, что Андрей говорит, это совсем другое видение ситуации. Когда мы ушли на другой уровень, и нам нужно найти вот этот более высокий уровень контакта иш-выша. Как от этого перейти к этому? Это вопрос. Окей. У кого-то есть вопросы по сказанному? Или добавить чего-то. Из личного опыта. Ну, тогда если молчат, мы двигаемся дальше. Лично лучше нет. Основное желание. Также очень интересно, что согласно рассказу Писания, есть общие черты между парой человека и парой животного. Мы видим, что животных Писание называет особами мужского и женского пола. Ну, здесь при переводе на русский мы смягчили, там используются как раз слова другого корня, то есть «захар» и «накива». Это означает «самец» или «самка» по отношению к животным и также означает «мужской» и «женский род» в грамматике. То есть такие абстрактные понятия, и людей так, конечно, не называют, это было бы обидным. Но, тем не менее, в Торе так говорится и про людей, и про животных. Просто здесь переведено «мужского» и «женского» пола, это нас относит к мужчине и женщине, то есть «иша» и «ша». На самом деле там совершенно другие понятия. Скорее, «самец» и «самка». Также сказано в начале... В игре просто они не звучат так грубо, как в русском «самец» и «самка». Прямо обязательно животное начало. Потому что эти же слова употребляются в смысле указаний грамматического рода, эти же слова употребляются в кабале. Поэтому они как бы... Ну да, они не применяются в отношении мужчины и женщины такой грубо. Но, в принципе, сами по себе слова нейтральны, а в русском они как бы склоняются в негатив. И поэтому правильно не переводим. Мы видим, что есть нечто общее между животными и человеком. То, что они сотворены в виде мужской и женской особи. Почему они были сотворены так? Для того, чтобы исполнить заповедь, плодитесь и размножайтесь. Появление жизни на протяжении поколений считалось чем-то существенным в человеке. Почему важно отметить это? Потому что мы видим, что, например, хотя христианская традиция и приняла убеждение иудаизму во многих вещах, но она уклонилась от того, чтобы увидеть святость в отношениях мужчины и женщины. В христианской традиции интимные отношения рассматривают как нечто греховное. Но откуда выводится доказательство этому? Мы видим, что в рассказе Торы сразу же после греха Адама, после его изгнания из Ганедана, сказано «И познал Адам Хаву жену свою». Если так, говорят христиане, если согласно порядку повествования интимные отношения происходят сразу после греха, значит, они произошли вследствие греха. Тогда предпочтительней воздерживаться от интимной связи и оставаться монахом. Здесь мы видим, что есть нечто общее у человека с животным. Это то, что и люди, и животные делятся на мужской и женский пол. Это нужно для того, чтобы осуществлять, выполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь». И на это у нас есть интересное замечание Раши. Раша объясняет, что на иврите выражение «И Адам познал» означает давно совершившееся действие. То, что в английском называется временем past perfect. Обычно в иврите идет в начале глагол, потом существительное. Все те случаи, когда идет сначала существительный, потом глагол, мудрецы проанализировали и пришли к выводу, что здесь речь идет это другое совсем время, это давно совершившееся действие. И вот такая как раз конструкция присутствует во фразе «И Адам познал Хаву жену свою». Из этого мудрецы делают вывод, что это давно совершившееся действие. То есть еще в Ганнедене. То есть Адам познал Хаву свою жену еще до истории с изгнанием из Ганнедена, до того, как согрешил. Это говорит о том, что с точки зрения Писания парная связь – это связь святая, связь, в которой нет духа греха. Напротив, мы называем бракосочетание мужчины и женщины словом «кидушин» – освящение, то, в чем есть святость. Изуар говорит, что супружеская пара, у которой нет интимных отношений, это место, в котором не может обитать шхена, божественное присутствие. Шхена обитает только там, где есть интимные отношения между мужем и женой. Там есть святость более высокая, прибавляющая жизнь. А прибавление жизни – это главная вещь. То есть в Торе мы видим, что жизнь является самой высокой ценностью, например, ритуальной нечистотой, то, что называется тума, если в целом подытожить, называют те случаи, когда жизнь откуда-то ушла. Например, женщина, родившая, является нечистой ритуальной какое-то время. Почему? Потому что в ней было больше жизни, то есть в ней была еще жизнью ребенка, потом она из нее ушла. То есть уменьшение жизни делает человека ритуально нечистым. Или, например, семиизвержение, когда потенциал жизни ушел из мужчины. Или, например, банальный, когда кто-то умер. То есть наличие трупа тоже является уменьшением жизни, если все является нечистым. И, соответственно, наоборот, прибавление жизни, соответственно, интимные отношения являются, наоборот, высшей святостью. Понятно, если они находятся в рамках заповедей, то есть в браке. Если нет вопросов, тогда я продолжаю. Есть вопрос. Какое базовое желание человека? Есть те, кто говорят, что базовое желание человека – это желание жить. Рав Кук учит, что это не так. Есть более высокое желание человека – давать жизнь, добавлять жизнь. И здесь мы видим еще одно удивительное свойство – это анахического иврита. В анахическом иврите глагол, обозначающий страстное желание, происходит от слова «ав» – отец. Отец – это тот, кто дает жизни. Отсюда мы видим, что приносить жизнь в мир, прибавлять жизнь – это самое базовое желание души человека. И это учит нас смотреть на жизнь в этом мире с оптимизмом. Если приносить в этот мир детей достойно, значит, мир – это место, в котором стоит жить. Так и сказано в Торе. И увидел Бог все, что Он создал, и вот очень хорошо. Это нам говорит о том, что в конечном счете мы должны быть очень довольны тем, что живем. Живем именно в этом мире. И не ищем возможности убежать в будущий мир. Мне хотелось добавить, Раф Шерки про это не говорил, мы говорили много, когда изучали Маниту, поскольку Раф Шерки – его ученик, это видно здесь как бы отражение, мне кажется, идей Маниту, и того, чего учил нас Маниту. Что такое благословение, которое Всевышний дает миру, дает человеку, это не только прибавление. То есть основной смысл благословения – это дать больше, чем минимум. Но еще способность передавать это благословение дальше. И тут оказывается, вот это благословение – это очень важное, то, что Всевышний вносит в мир, способность и, как мы видим, желание не только самому жить, но и передавать вот это изобилие, которое мы получаем у Всевышнего, дальше. То есть рожать детей, давать им что-то. Больше, чем минимум. То есть это не просто заповедь, а еще и очень глубоко Всевышний в нас заложил. Если я правильно понимаю. То есть получается, когда человек дает жизнь, и этим он подобен творцу. Да, и это вот гениальная такая вещь, что творец вложил в человека это подобие, желание давать жизнь дальше, и это способность давать жизнь дальше и прибавлять благословение в мире. И что интересно, в еврейской традиции ребенок, который рождается, он не несет ответственности и не является обязанным исполнять заповеди. Ну, то есть обязан, но не несет ответственности, а ответственность за него несут родители. И до определенного возраста. Там у мальчика в 13 лет, у девочек в 12. Когда то, что называется, он бар мицва. С этих пор он уже получает заповеди и становится обязанным их исполнять. И вот вопрос, почему именно в этом возрасте. И традиционный ответ мудрецов, потому что в человеке пробуждается способность давать жизнь. То есть то, что половым созреванием мы называем. Получается, он как бы становится подобным в чем-то творцу. То есть он может давать жизнь, и, соответственно, он уже считается взрослым человеком, обязанным исполнять заповеди. Да, то есть это интересно, что вот эта способность, с одной стороны желание давать жизнь, с другой стороны способности, она сразу, когда она на тебя спускается, она тебе дается, она сразу же накладывает на тебя обязанности. Это как бы связанные вещи. Обязательства, они связаны... То есть когда ты вступаешь в жизнь, начинаешь реально работать, ты тут же обязан быть в рамках. Правильно, да? Может быть, это связано с тем, что как раз у человека тогда появляется свобода выбора, то есть вот тот потенциал, который в нем теперь появился, он может его использовать куда-то не туда, то есть протянуть жизнь в какие-то неправильные места. Может быть, поэтому? Может быть. Да-да. Конечно. То есть эта способность, на самом деле, как и все остальное, как и все остальное, или есть какие-то очень сильные вещи, у которых есть большой потенциал, у них же есть большой потенциал испортиться зла. А если потенциал, он как бы не добро и не зло, это то, что человек удается, а если он маленький, то маленький. А если его нет, когда ребенок рождался, он не может ничего позитивного сделать, но не может много навредить. Чем больше человек может сделать, тем больше он может навредить. Ну, хорошо. Если нет вопросов и добавлений, тогда мы движемся дальше. Почему на сегодня нет вопросов? Такая интересная тема. Не знаю. От чего зависит, можно тогда вопрос, от чего зависит минус или плюс, если вы говорите, что потенциал дается, а как распорядится им человек, как он реализуется? От чего зависит, минус или плюс? Ну, он может рождать детей в законном браке и может делать незаконно рожденных детей, например, своей соседке. Это как бы простейший пример именно на том примере, о чем мы говорили, о рождении детей. То есть он приводит, это очень нехорошее дело, в принципе. И приводитие саму в себе и рождение таких детей, оно большая трагедия. И, в общем-то, все зависит от человека. Но это только пример с рождением. В принципе, то, что человек делает в этой жизни. Все, что он строит, все, что он создает, он может использовать это на добро и на сло, как бы это понятно. Чем больше у него есть сил, если он руководитель страны, например. У него гораздо больше сил, чем у какого-то рабочего или дворника, да. Если он какой-то очень знаменитый деятель искусства, да. И не важно, что он там музыкант или рок-певист, все равно все спрашивают его, что вы думаете по поводу Израиля и палестинской автономии и так далее. И его словам даются большое значение, несмотря на то, что он не специалист. И так далее. Примеров можно очень много привести. У тебя есть силы какие-то. Ты их можешь направить на добро, можешь направить на зло. По-моему, правда. По-моему, это понятно. Ну, по сути, да. Все заповеди можно рассмотреть с этой точки зрения. То есть, когда человек убивает, он уменьшает количество жизни в мире. Когда человек ворует, он берет как бы жизнь другого человека, да. Потому что имущество другого человека – это то, чем он оживляет себя. То, на что он там купит себе продукты. То, на то, что он поедет куда-то, получит наслаждение от поездки. То есть, все это жизнь. То есть, имущество каждого – это жизнь его. Человек забирает себе чужую жизнь, опять же. И он ее не может использовать, чтобы увеличить свою жизнь, потому что она изначально по плану Всевышнему ему не принадлежит. То есть, таким образом, вот тут все идет, можно описать в терминах увеличение жизни и уменьшение жизни. Да. Это правда. Но даже когда ты строишь что-то, как бы создаешь что-то, творишь что-то, это, опять же, может, позитивно или нет, или ты изобретаешь конный комбайн, или ты изобретаешь атомную ракету, боеголовку. Атом – то же самое, как очень большая сила. Ты его можешь использовать в мирных целях или для войны. Я совершенно согласна с Андреем, потому что он говорит, что все заповеди можно расположить на этой оси. Но кроме того, даже когда человек что-то создает, это чаще всего не нейтральная вещь. Он может это создавать, можно использовать это к добру, можно к озлу. Это очень большой, непростой вопрос. Это известная дискуссия наших мудрецов в Талмуде, когда они обсуждали действия римлян. И Рашбе, рабе Шимон Барайюхан, он сказал, что все, что делают римляне, они делают только для собственных эгоистических, развратных, правильных нужд. Они там строят мосты, чтобы брать пушину, грабить народ и так далее. Строят бани, чтобы нежить свое тело, строят рынки, чтобы умножить разврат на них и так далее. То есть у него был такой подход изначально, что если что-то сделано с неправильным намерением, это обязательно пойдет во зло. Но это большой вопрос, действительно. Может быть, вещи, которые сделаны с неправильным намерением, в результате могут служить добру. Это вообще в руках Всевышнего. этому не может быть. Но есть вещи, которые явно, когда создают кто-то явно направленное на зло, то оно, хоть человек сотворил как бы это, он сделал что-то в этом мире, но вполне возможно, что это чисто негативная вещь. Никама, я хочу дополнить еще вчерашний урок по Раву Куку. Там было все, что делают злодеи, негодяи и злодеи в результате обращаются ко злу. И все, что делают справедники, будет обращено к добру. Даже, даже, это Рав Кук говорит, а это требует специального урока. Так вот, бросать это, и тогда же и Натан сказал, это надо учить подробно, потому что иначе можно делать неправильное выражение. Но вообще, совершенно верно, да. Есть такое, у Рава Куклы есть такое различие, да, между делами, которые делают злодеи, которые делают правильные. Хорошо, тогда идем дальше. Итак, мы видим, что сначала Писание определяет первую пару как мужскую и женскую особи, то есть Захара и Накива. Но потом в рассказе происходит нечто странное, чего мы не находим у животных. Это сон Адама и сторона. Сторона здесь имеет в виду слово «цело», которое мы привыкли, что переводят как «ребро». На самом деле, это не «ребро», а скорее «грань». Да, вот когда нам описывается «мешкан», потом часто используется это слово «цело» как одна сторона, сторона восточная, сторона западная, то есть какая-то грань, из которой была создана Хава. Тора рассказывает нам, что вследствие сна Адама были созданы отношения нового типа. Если до этого были мужские и женские особи, то отсюда и дальше мы видим мужчину и женщину. И сказал Адам, «на этот раз эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она наречется женщиной, потому что от мужчины взята». И здесь есть новый взгляд на парные отношения, отличающиеся от того, что мы видели раньше. В чем разница? Отличие очень простое. До этого были мужская и женская особь, а это понятие биологическое. А теперь есть мужчина и женщина, понятие интеллектуальное. Ведь Адам оценивает это новое состояние и говорит, «на этот раз эта кость от костей моих наречется женщиной, потому что от мужчины взята». Здесь мы видим решение Адама дать имя этому новому состоянию, состоянию мужчины и женщины. До этого мы видим, как Всевышний приводит Адаму разных животных и тот дает им имена. А себе он дать имя не может, потому что он смотрит на животных со стороны, как я понимаю, и дает им имена. Собственно, имя нужно только для диалога. Вот когда человек сидит один, ему имя не нужно, потому что сам себя человек не называет по имени. Имя нужно, чтобы позвать кого-то другого. Я назвал имя, и он оглянулся. То есть повернул ко мне голову, начался диалог. Если я не знаю имя, то мне сложнее будет. Мне придется какие-то более грубые действия предпринимать, чтобы человека как-то заставить войти со мной в диалог. То есть имя всегда нужно, когда есть двое. У Адама пары не было, и дальше идет эта история про сон, когда от человека отделяется одна из его части, он на нее уже смотрит на стороны и дает ей имя. поскольку имя это уже интеллектуальный какой-то акт, речь для этого нужна, чего нет у животных. Поэтому здесь я так и понимаю, что это новый уровень, интеллектуальный уровень, уровень личностный. То есть когда есть возможность посмотреть со стороны и войти в какой-то диалог. Есть что-то добавить? Нет, классно. Все замечательно. Можно добавить, но это не из Равшерки. Один раз я слышала несколько раз от одного Равина, который говорил, что в том же ключе, что Андрей говорил, для того, чтобы определить себя нужен взгляд со стороны. он определил животных, поскольку он смотрел на них со стороны, а себя определить не мог. И тут мы видим странную вещь, что имя женщины возникает раньше, чем имя мужчины, потому что это когда он осознает, он его произносит после. Но вначале, когда Бог сотворил, он сотворил Ишак. Уже в самом тексте Тары имя женщины, то есть имя Ишан, слово Ишак появляется раньше, чем слово Иш. И когда Адам ее видит, он понимает, что это Иша, и тогда только, когда он понимает соотношения между ними, он может понять, кто он такой. Сходя из того, что она Иша, он понимает, что он Иш. Такое мелкое замечание, не уводя в сторону. Ну вот, как бы, по-моему, это ложится все-таки в схему, с одной стороны, мы говорим, что и Рафшерки, по-видимому, сейчас это подчеркивает, и нам так радостно это говорить и признавать, что иудаизм видит женщину прежде всего персонально, прежде всего лично. с другой стороны, все время как бы мы взглядываем в сторону и говорим, а зачем нужна женщина? Ну вот она, Адама помогла им понять себя. И по-моему, это как бы центральная идея вообще в религии, может быть. С одной стороны, говорят, да, на уровне теоретическом, да, женщина действительно это вот персональная, личностность, это часть без женской половины, как бы мир вообще не целостный, но реальность, что называется, так ли, свечи, для того, чтобы мужчина мог себя лучше осуществить. Да? Ты так считаешь? Ну так я вижу в иудаизме, послушай, мы видим в истории как бы про отцов, действительно, до начала, я не знаю, как это связано, до выхода из, вообще, до начала зарождения, до синаи подкровения, до иудаизма, вообще, действительно, все септипурии, это про отцов, мы видим, насколько активные женщины, они с ними советуются, они активно что-то делают, потом эта тема вообще уходит, всем занимаются, только мужчины, абсолютно, мы не видим вообще женщин. Да? Например, начало книги «Шмот», если ты посмотришь, какие там мужчины тебя упоминают? Хорошо, шифра, шифра по технически, но в эссадер, но хорошо, но в начале книги «Шмот» действуют только женщины, обратите внимание. Ну, неважно. Никому не приходит в голову, что Муше, Муше мог вообще рукоположить не Яшу, а мог положить женщину. Правильно? Да, это грамотно. Но это другой вопрос, да, почему служение возложено на мужчин? Это другой вопрос, потому что, действительно, в других местах, теоретически, мы можем сказать, ну, времена меняются, и иудаизм у нас довольно широкий спектр имени, и в принципе нет никакой проблемы, чтобы женщина была профессором, чтобы женщина преподавала гемором, чтобы женщина там преподавала Танах, писала статьи, и там обучала других людей. Это все нормально, да? Но когда речь заходит о том, чтобы даже читать Тару, это в принципе постановление мудрецов, они могут решить по-другому завтра, что женщина может читать Тару публично тоже, и есть такие синагоги. А вот служения нет, служения никак не могут быть, нет, глухонот, чтобы они могли служить в храме. Это в самом себе непонятно, у меня нет к этому объяснений, но вот есть вещи, которые, может быть, мужчинам даны, это я так, шутку, говорю, как возмещение, лифацот, как по-русски сказать? Компенсировать. Компенсация, да. Ну вот женщины, вообще говоря, если мы говорим, что вот самое базовое наше ощущение, Раф Шерки говорит, это рожать детей, приводить детей в мир. Где тут мужчина? Он там пять минут где-то что-то сделал, и потом его нету. Она ребенка и носит, она его и кормит, она его и пеленает, она его воспитывает. Ну хорошо, если есть такие мужчины, которые чувствуют какую-то привязанность к этому ребенку, который рождается и хочет его тоже помыть и переодеть и с ним заниматься. А в принципе, вообще говоря, вся эта часть тогда на женщине, нет запрета мужчине, конечно, как-то немножко заниматься с детьми или там много, но это не обязательно. И многие мужчины можете за это чувствовать себя в некоторой фрустрации, потому что главное дело жизни, оно отдано женщине. Все остальное как бы очень может быть и важное, но не центральное. Ну хорошо так, мы вам дадим очень важную функцию, будете служить в следующем. Окей. Это я в виде шутки предполагаю, но может быть в этом тоже что-то есть, не знаю. Так, был чей-то голос. Надо читать дальше, потому что вообще еще ничего не понятно. Только когда прочитаешь, до конца все становится что-то ясным. Окей. Даже когда прочитаешь до конца тоже ничего не ясно. Да, скорее всего. Мы стараемся задавать какие-то вопросы, если они кому-то мешают, как бы с лиха, но в принципе и правильно как-то делать какие-то остановки, разговаривать между собой. Есть вопросы в YouTube, я их зачитаю. Хорошо? Юрий Моисеев спрашивает, смех жертвы очищает, как это применимо? Знак вопроса. Видимо, это было связано с тем, что говорили до этого, что тумань и чистота это связано со смертью. А по-видимому, Юрий спрашивает, смерть жертвы, не женщины, слегка, смерть жертвы очищает, как это применимо? Есть ответ? Я думаю, что это не по теме урок. Окей, отбито. Следующая. Юрий, как бы извиняюсь, такой был ответ. Да, но следует обдумать, это не просто так. Хорошо, ответ не по теме, но мы будем обдумывать. Следующий вопрос, Юра. Скажите, пожалуйста, после развода мужчина опять считается как полчеловека, и нужно жениться снова. Надеюсь, вопрос понятен. Да, я тоже надеюсь, что вопрос понятен. У нас есть по полчеловека, нет? Кто-то может сказать? Ну да, собственно, мы видим, что Бог творит мир, и после каждого акта творения, его реализации, Он говорит хорошо, и увидел Бог, что это хорошо. И первый раз, когда встречается слово нехорошо, ло в Торе, ло тоф, да, в Торе, это когда, он говорит, нехорошо быть человеку одному. Соответственно, в еврейской традиции, насколько я знаю, когда мужчина один, да, он находится в состоянии ло тоф, и поэтому он должен стремиться скорее выйти из этого состояния для того, чтобы услышать вот эту оценку тоф, да, от Всевышнего, и, соответственно, стать полноценным человеком. Смотри, да, то, что ты говоришь, это классика, но я тебе хочу сказать, что, как бы, вот на слуху, на слуху, начиная с какого-то времени, когда ты, ну, не знаешь, не то, что живешь, но внутри этого, честно говоря, вот эта фраза, ло тоф льет левад, левадо, не сказано, если было по прямому сказано, ло тоф льет ближе, это было понятно, левад, на мой взгляд, вот чувствуется, что это гораздо больше, это какое-то, это какое-то состояние, не знаю, психологическое, мистическое левадо, знаешь, это ты уже очень расширенный, есть, в данном контексте, в данном контексте, идет речь о сотворении женщины, не то, что он, он не сказал, сотворю еще десяток человек, чтобы им было веселее, чтобы они в беньян помолились, нет, он сделал женщину, поэтому надо рассматривать, я думаю, это в контексте, конечно, в принципе, на необитаемом острове, Робезон, Крузов, его было грустновато, хорошо, когда зашелся пятница, понятно, что одному плохо, есть еще и социальное такое ощущение, там, одинокий верующий человек, как у Рава Соловьева, но это другая тема, я бы сказала, хотя она как бы связана с этим, нельзя сказать, что-то со всеми, бдедут и леват, наверное, это были коренные, бдедут это одиночество, бдед это одинокий, леват, ну, как бы с этим связано тоже, но, окей, беседа, я думаю, что мы дали ответ Юре, ответ такой, да, половинка, по идее, классически правильно соединиться по новой, чтобы быть целым, поэтому, молодец, но если, бывает, люди не находят, а бывает, всю жизнь они проводят, так, не найдя свой план. Наш совет, пускающий. Искать надо, да. Ищите обрядчик, ищите обрядчик, так было в другой конфессии, правильно? Окей. Обращайтесь в Швейш-Ганезе. Да, ну, что-то такое-то. Да бесплатно. Хорошо, Ира предложила продвигаться, мы продвигаемся вперед. Хорошо. И мы понимаем, что человек перешел от природного животного состояния, когда он жил, как мужская и женская особь, к состоянию, когда он должен объяснить, кто он. И это явление уникальное. Человек – единственное животное, которому приходится давать себе определение. Никакой кот не говорит «я кот», он просто кот. Есть намек в самом слове «человек», числовое значение слова «адам» – это 45, это вопрос «что» – «ма». То есть, если 45 написать буквами, как в иврите пишется буквами, то будет слово «ма», «что». И человек задает себе этот вопрос всегда. С другой стороны, слово «бэээма» – «домашнее животное» можно прочитать как «ба-ма». То есть, есть четыре буквы слова «бээма», «бээээй», «мээээй» разделить на два слова, будет «ба-ма». В нем «что». То есть, решение этого вопроса уже заложено в животных. Поэтому у котов и собак не бывает психологических проблем. И хотя бывают жестокие… Кто знает. Ну вот как раз дальше… Раф Шерки говорит. Раф Шерки, надо было ответить, Раф Шерки. Раф Шерки знает. Все отбито, Раф Шерки знает. Центр говоза. Бывают жестокие люди, которые вводят своих питомцев к психологу. Вот они как раз думают, что у них есть проблемы. Ага. Специализирующиеся на психологии животных. У самих животных такой потребности нет. Собака отлично чувствует себя в роли собаки, а кот замечательно себя чувствует в роли кота. И только человек задает себе вопросы «Кто я?», «Что я?», «В чем смысл моего существования?». Так, идем дальше. Причина греха – отсутствие диалога. Интересно, что именно после этого продвижения, когда человек стал мужчиной и женщиной, то есть интеллектуально осознал свою идентичность, как раз вследствие этого приходит грех. Потому что сразу после этого Тора рассказывает нам, как женщина дала мужчине плод древа познания и как змей соблазнил ее. Все это приходит как раз вследствие мудрости. И это то, что может привести человека к определенному пессимизму. Он может сказать, что, может быть, и не стоит быть мудрым. Ведь если я мудр, я могу так же и согрешить. Но в Торе все не так. Мы видим, что Тора дает и исправление человеку после этого падения. Прежде нужно понять, откуда пришло падение. Очень просто. Между Адамом и Хавой не было диалога. Ведь мы видим, что женщина говорит со змеем и Бог говорит женщине и со змеем и с мужчиной. Но когда женщина ест от плода дерево и дает его так же мужчине, не написано, что она что-то сказала. Можно было бы изобрести какой-нибудь диалог, в котором женщина бы говорила своему мужчине. «Дорогой муж, я принесла тебе особенный плод, потому что люблю тебя». А он бы сказал ей «Правда? И что же ты мне принесла? О, это нечто особенное. Я принесла тебе плод от древа познания». И тогда бы Адам сказал «Что? От древа познания? О котором сказал Бог, что это запрещено? Да, но змея объяснил мне, что с какой стати? Змей ничего не понимает. Давай пойдем к змею, дадим ему пару тумаков, и ты больше не будешь есть от этого дерева». Но так не случилось. По простой причине мужчина и женщина не знали, что можно говорить. Потому что говорить, это говорить с кем-то. А как мужчина называл свою женщину? Он называл ее женщиной. Если вы придете в дом какой-нибудь пары и услышите, что муж говорит «Женщина, сделай так-то и так-то». Что вы подумаете о них? Что эта пара нуждается в консультации у психолога. Эта пара находится в трудном состоянии, потому что он относится к своей жене как к объекту, к женщине. А не как к тому, у кого есть имя. И поэтому не происходит диалог. На самом деле очень интересный момент. Почему между ними нет диалога? Почему он не дал ей имя? Мы видим, что у всех остальных, кто здесь присутствует, там бог, змей, там мужчина, есть диалог. Но между мужчиной и женщиной диалога нет. Так получается, может быть, как раз потому, что он ее не ощущает как что-то внешнее. Они только что были одним существом. Более того, когда он ее увидел, когда посмотрел со стороны, он дал ей, собственно, вот это имя. Как раз потому, что он ее ощущает как самого себя. Просто женский род имени человека. Может быть, поэтому, когда... он считал ее особью. Вот я и говорю, что он, получается, вот в самом начале он считал ее тоже такой же особью, как корова и бык там. Ну, так получается. То есть, в начале идентичности никакой, наверное, не было, как говорится. Нет, Андрей говорит наоборот. Говорит, мысль наоборот. У него она была. Так нет, как раз, что особь-то Захара-Накива, они и были в начале Захара-Накива, но когда они разделились, они стали Иша-Иша. То есть, это уже такое интеллектуальное разделение. Правильно? Собственно, само слово личное. Интеллекта, мы же видим, что нету. Пока он не назвал ее Хавой, пока у нее имя не появилось. Так тут и оно, что когда он назвал ее Хавой, это уже какое-то более, то есть следующий уже вид разделения. Это новый этап развития их отношений. Ну, конечно. Это же было после изгнания. А пока он ощущает ее как часть себя. Терпость от кости моей, плоть от плоти моей. Это прекрасно. Это тоже я, но он немножко, так сказать, мой двойник, что-то такое часть моего я, который просто теперь снаружи, я могу в двух местах одновременно как бы находиться. Но если это плоть от плоти моей, то на самом деле то, что она делает, это то, что я делаю. И на самом деле в такой ситуации вообще невозможен диалог, потому что что я могу, вдруг какая-то нога и рука будет мне диктовать, что я должен делать. Это очень странно. А с другой стороны, если рука моя взяла этот плот и принесла, поднесла его к арку, так я как бы не буду с ней воевать. То есть как бы здесь действительно я пытаюсь развить идею, которую Андрей сказал. Да, тут возможно диалога пока еще не выросла. Он не осознал ее до конца как отдельно, как то, что Бог предназначил, чтобы она была из-за коннекдота. помощник, противник, тот, кто стоит со стороны, он не понимает, что она находится вне его как помощник, но не как часть его самого. То есть мне так кажется, это имелось в виду, нет? Ну, мне кажется, что здесь оттенок, вот что он чисто к ней относился как к особи женского рода. Вот она такая же, как он, она как бы ну, часть его, но он интеллектуально, я думаю, он ее вообще никак, вообще никак не представлял. То есть она была ноль какой-то для него интеллектуально. Нет, тут и оно, как раз, чтобы продолжать роту, нужно быть разными, да, Захара Накива, то есть почему они влекутся друг к другу, потому что они другие, то есть у них есть что-то, что, чего нету во мне, поэтому меня туда влечет, мне этого не хватает, да, а у них как раз вот этого не было, то есть из чего начинается то их разделение, первое, что он сказал, он дает ей имя, то есть это уже какое-то интеллектуальное познание. А название, это же не имя, а название. Как бы название, для нас это название, потому что мы знаем, для нас уже стала женщина, там у нас есть определенные термины, мы разделяем там Хава и Иша, вот, но он-то увидел и сказал, назвал ее Иша, это будет называться женой, то есть это имя, он дал ей такое имя, Иша. Мне кажется, это название, а не имя. На самом деле, мы отельмены сейчас, на этом уровне они как бы еще не Адам и Хава, на следующей главе, в следующих главах он не может, не будет называться Иша и Иша, а будет называться Адам и Хава. И действительно, так сказать, возникнет больше персонализации, наверное, да? Вообще, мне кажется, здесь, в первых главах постоянно проводятся параллели отношений Бога с Адамом и Адама с Хавой. И есть такой комментарий мудрецов, что для чего Бог создал творение, чтобы было с кем поговорить. И говорить имеет смысл только с тем, кто от тебя отличается. Поэтому все время пророки спорят, Авраам спорит со Всевышним, и все спорят со Всевышним. То есть и Всевышний этому рад, потому что он сотворил другого. То есть он хочет, чтобы было поговорить с кем. Мне неинтересно говорить с тем, кто полностью такой же, как я. Говорить с ним, собственно, не о чем. Мне кажется, что здесь об этом речь и идет. последовательное разделение. То есть на том уровне, когда они были Иша и Иша, они были настолько слиты, что говорить им было не о чем. И потом он уже дает ей имя, Хава. Ну и дальше мы уже видим, как будет сама тема диалога развиваться в книге берегу. Как начинается стих? И зачала Хава или зачала жена? Как начинается, кто помнит? Когда она зачала, она тогда уже кем была, интересно? Вроде Хава, сейчас я... Вот интересно, если она была Хава, то получается, уже как бы она после греха зачала, что ли? Адам познал Хаву, жену свою, и забеременела, и родила Каина. Ну вот. Нет, но тут никак нельзя делать какие-то заключения хронологического порядка. Мы говорим о разных уровнях, а не о том, как они развивались во времени. И поэтому мне представляется, что, во-вторых, наши митроши считают, что и Каин, и Хевель были зачаты в Ганет. Но есть разные мнения, есть разные мнения, что не было тогда не беременной. Почему Бог доказывает ее, и говорит ей, что я умножу твои страдания во время беременности и родов? До этого этого не было. Как говорит Митроши, они взошли на кровать вдвоем, а спустились оттуда вчетверок. То есть или это было Каин и Хевель вместе, как близнецы, или это был Каин и его близняшка. Есть разные... Об этом не говорится вообще в Тарифе. Может быть, что она, допустим, зачала уже после греха, но еще в Ганедене. Уже когда стала Хавой, но еще в Ганедене. Может быть, но на самом деле это... Поскольку есть разные Митроши, по-видимому, это не... Хронология здесь не имеет значения большого. Имеет значение уровня связи, о которых дальше будет говорить о Равшерке между мужчиной и женщиной. И то, что в конечном итоге они выходят из Ганедена. И на самом деле существенно для леудаизма, что сексуальная связь между ними, об этом Равшерке уже говорил, уже была в Ганедене. Это не следствие греха. Это очень существенно. А все остальные хронологические расположения, они могут быть по-разному. Продолжаем продолжать? Ну, давайте продолжим или остановимся, потому что у нас следующее... А здесь собственно один остался раздел. Я думаю... Ну, давайте тогда продолжим. То есть у первой пары три уровня отношений. У первой пары произошел интеллектуальный подъем, но в нем не хватало личностного измерения. У них прибавилось разума, но не было души в отношениях. И сразу же после греха Писание рассказывает нам и назвал Адам свою жену Хава. Он дает ей имя. И с того момента, как дает ей имя, он понимает, что у нее есть душа, так же, как и у него. Ну, собственно, про то, что имя душа, это было сказано, когда Адам давал имена животным. И там буквально сказано, здесь я, по-моему, написал об этом в сноске, Кабала указывает на связь имени с душой. Там, где он давал имена животным, живая душа имя его. Он узнает, что есть еще личность, кроме него. Она узнает, что есть личность, кроме нее. И это то, что позволяет исправить грех. И здесь мы видим, как я понимаю, что отношения состоят из трех уровней, один над другим. Есть базовый уровень, биологический, природный, это мужская и женская особь, Захарина Кива. Это легитимно так же, как это легитимно у животных. Но у человека есть еще два уровня. Следующий уровень разумный, это понимание, что кроме моей мысли есть еще мысль. Есть также третий, это личность напротив личности, кто-то напротив кого-то. И с того момента, когда все эти три ступени существуют в человеке, мы можем говорить об успехе взаимоотношений, а это очень непросто. Сегодня в нашем мире, в особенности в мире западном, есть неприятие парных отношений. Это потому, что человек отчаивается познать другого. Другой человек представляет некоторую угрозу моему внутреннему совершенству. И поэтому намного удобнее жить в состоянии разделения. И поэтому очень важно то, что пишет Тора. «Возлюби ближнего своего, как себя, я Господь». О чем сказал рабе Акива, что это великое правило в Торе. Познание воли Творца происходит как раз через взаимоотношения мужчины и женщины. «Возлюби ближнего, как себя, я Господь». «Если ты хочешь познать меня, ты должен познать ближнего своего». Талмуд говорит, что вершина любви к ближнему это любовь между мужем и женой. И это то великое, что мы можем выучить из этой истории. Возможно, что в этих трех ступенях не все одинаково у разных пар. Возможно, есть пары, в которых муж заинтересован в отношениях как у мужской и женской особей, а жена заинтересована в отношениях как у Адама и Хавы. И тогда нужно пойти на консультацию, чтобы выяснить, что каждый из них отжидает от этой связи, что есть между ними. окей. Бежим на консультацию. Бежим на консультацию. Еще раз, можно уточнить, в чем разница для того, чтобы бежать на консультацию? Есть отношения биологических мужской и женской особи, отношения двух личностей и отношения душ. И, соответственно, если у одного есть только один уровень, например, муж хочет отношений биологических, а жена хочет чего-то более высокого, тогда между ними нет гармонии. А у Адама с новой души или биология? Вот это я в момент что-то не поняла, честно. Биология это Захара и Накива. У них все этапы, по всей видимости, произошли, да? У них все этапы? Ну да, в принципе, божественная любовь это значит Агапе. То есть у них как бы вот эти все этапы произошли. А что они начали? С биологии или с душ? Начали с биологии, конечно. В начале, когда Всевышний их сотворил, сказано Захарина Кива. Парауто сотворил его. То есть они как бы в раю были биологическими, а потом когда спустились на землю, стали уже душевными? Нет, когда он их разделил, это уже создание личности, но еще это уровень не самых высоких душевных отношений, а то, что связано с связанием. Видите, можно вопрос? У меня вопрос. Что-то сказано о том, что эта жена осознана быть помощницей против него, и что это означает? Собственно, какова функция вообще изначальной жены? Сначала надо с этим разобраться, прежде чем какие-то желания биологические, духовные и так далее. Что об этом говорится? Эдзер кэнэгдо. Тут нужно понимать, что слово кэнэгдо на иврите имеет два значения. Кэнэгдо это против него, в смысле быть противником ему, а можно против него как напротив, то есть как на моем уровне, лицом к лицу мой партнер, с которым я общаюсь. И мудрецы говорят, что если мужчина удостоится, то женщина будет помощником на его уровне, а если он не удостоится, то она будет ему противником, который во всем будет ему препятствовать. В чем помощником? В чем нуждается муж? Что ему не хватает, так сказать? Ему не хватает, ну, как я вижу, модели, модели, по которой строят свои отношения со Всевышним. Вот эта фраза возлюби ближнего своего как себя, я Господь, она полностью так звучит, очень часто последнее предложение убирают. Да, есть, ну, такая схема, что женщина мужчине дана для того, чтобы он понимал, как относится к нему Всевышний, который скрыт. То есть, если, например, за что-то меня пилит жена, это значит, Всевышний мне хочет понять, что это я чем-то недоволен Всевышним. если мне что-то не нравится в жене, из этого я заключаю, что Всевышний хочет мне показать, что он, ему что-то во мне не нравится. То есть, как муж, как Бог и человек, так же человек и его жена. То есть, таким образом она является зеркалом или там каким-то прибором, по которому я вижу, как мне улучшать отношения со Всевышним. Ну, вот такую я как бы читал теорию мудрецов. Я могу... А просто не нравится совсем. Это получается Всевышний не нравится, как говорится, тоже? Или же все-таки вопрос, может быть, заключается в том, что жену поменять, которая будет равна? Смотрите, это очень-очень абстрактно. Конечно, бывают всякие случаи, на которые это, я думаю, не распространяется. Это материал для размышления. Я хотела еще добавить немного другой аспект. Это может быть связано с тем, что Натан говорил, одиночество не только в смысле без пары, без партнера, супруга, что плохо человеку одному. А в принципе, если мы вернемся к тому, о чем говорят философы, о чем говорит Манитуна, что цель истории это создать правильные отношения между человеком и его ближним, не обязательно женой. Братские отношения вообще внутри всего человечества, братские отношения друг к другу, правильные отношения между людьми, тогда отношения между мужчиной и женщиной, между людьми, которых связывают самые близкие отношения, оно тоже может являться некоторым полигоном, некоторой тренировкой того, чтобы принимать другого, некоторой моделью, по которой строятся мои отношения уже с другими людьми, которые гораздо дальше от меня, которых я хуже знаю, с которыми меня ничего не связывает, тем не менее, с которыми я должен тоже научиться строить отношения. И вот эти отношения между мужчиной и женщиной можно понимать, поскольку она кинекдота, она находится вне его, она помогает ему найти правильный стиль отношения вообще с людьми. Ну, это именно для того мужчины, который, в принципе, скажем так, думает на эту тему. А если мужчина не думает особо о своих взаимоотношениях с человечеством и с Богом, а просто... Это я не знаю, что делать. Если человек равнодушен другим людям, если он не... ему плевать там, что о нем думает. это вообще на самом деле не так просто, потому что... Ну, это же достаточно распространенная модель, во всяком случае, российского мужчины, который, в принципе, прежде всего думает именно даже не то, чтобы о себе, а, может быть, о своих каких-то биологических проблемах. И вот получается, что с точки зрения всех того, что мы сейчас говорим, это и к нему фактически не подходит, потому что его поиски жены, то есть не как второй какой-то половины, которая его ведет вперед и дает именно понять, как он взаимоотношение, его взаимоотношение с Богом и с людьми, а просто как именно сексуальный или биологический объект. То есть именно получается, что брат, кого он не приближает, ни к какому Богу. Ну, бывает такое, да, очень жалко. У нас мир несовершенен. Бог его сделал изначально несовершенен, чтобы мы могли его постепенно совершенствовать. Но это длительный путь. И еще, да, где-то отчасти у нас порой бывает несовершенство в некоторых странах, не в нашей стране, вы знаете, все хорошо. Нет, на самом деле. Мужчины, они, боговарясь, и ищут в браках именно божественную составляющую, а не удовлетворение своих плотских и телесных желаний. Это на другом не противоречит. Да, мне кажется, все замечательно. Каждый человек ведет диалог свой с Творцом, даже если он этого не понимает. То есть каждый человек пытается что-то добиться. А он смотрит на результат. Результат ему не нравится, да, и он пытается как-то улучшить свои действия. Вот. И в конечном итоге он проходит какой-то путь, да. То есть на самом деле это он ведет диалог с Творцом. Ты сделал так, получилось так. Справляй свои действия, да. Просто не каждый осознает, что он находится в диалоге с Творцом именно. А также вот эти мужчины и женщины получаются, они как-то делают неправильно, и у них не получается то, что они хотят. Да, это для того, чтобы они как-то делали выводы, улучшали свои действия. В конечном итоге они придут, возможно, не в этом Гиргуле к познанию, для чего все им это дано и так далее. А можно еще уточнить про возлюбие ближнего? Эта фраза именно, она имеет абстрактный характер в вашем смысле? В том смысле, что люблю любого ближнего, который ко мне приближен, дети, родители и прочие, дяди, тети, или же это все-таки возлюбие ближнего, это именно супруга? На самом деле фраза сказана в абстрактном, про всех ближних, но наши мудрецы говорят, что прежде всего про свою супругу. Можно вернуться опять к источнику, в общем-то, вот, Всевышний создал ему жену, они должны были, как бы, они являются одной плотью, то есть никаких противоречий нет, то есть это был дар Всевышнего, вот, тут вопрос как бы то в ладам льот львадо, значит, что тут имелось в виду? Ну, допустим, что, да, познание Всевышнего, приближение к нему, ему нужна пара, как бы, да, продолжать жизнь, то есть никаких противоречий у них, в общем-то, речи нет, и, то есть и этот грех, так сказать, он совершенно как бы не связан с их отношениями, в общем-то, в смысле, непонятно из чего как бы это все пошло-поехало, да, то есть, а то, что Ближнего, как слово себя, это как бы уже более поздний этап, это уже социальная какая-то как бы уже такая получается уже среда и сфера, где человек относится к своему пришлю, а вот изначально, когда милый жена, он ее любит, и они друг друга любят, так сказать, а где это написано? Что-то я не видела, чтобы это было? А написано, написано то, что Всевышнему сам его подобрал, теперь он сказал, это плотят, 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 он не сказал, что я тебя люблю? Такой не будет, это цельность, он не может своей плотью сам как бы спорить, это как его сестра фактически, то есть это нечто одно целое, они представляют собой одно целое, станут они одной плотью, это единство абсолютное, как бы изначально. Станут одной плотью, это уже потом, как говорят, была противоречия. Это в наших детях. Какая причина, значит, это не связано никак с их отношениями, то, что они там согрешили, съели от этого дерева, они послушали Всевышнего, то есть они в этом тоже, кстати, были едины, то есть один попробовал, другой попробовал, и так далее, не было никаких, так сказать, как раз решает эту проблему, они были едины, они ничего не обсуждали, все как бы само по себе. Это то, что смысл этой статьи, мы же не приводим сейчас все комментарии, все понимания, понятно, что тут миллионы различных точек зрения может быть. Мы смотрим, что Раф говорит в своей статье, добавляем еще немного иногда со стороны, но в основном нас интересует эта тема, как он ее объясняет, и главная точка здесь у Рафа Шерки в том, что нету диалога между, это не просто так, змей разговаривает с женщиной, она ему отвечает, Бог разговаривает с Саддамом, с Хаврой, со змеем, а между ними ни одного слова не сказано, это очень, если ты обращаешь на это внимание, это очень выпуклый факт, и по Рафа Шерки в том, что между ними не было диалога, даже если они были во всем согласны, это как раз это и проблема, да, из-за этого, возможно, это и привело к греху, в том случае, это определенная точка зрения, можете здесь спорить, можно... разговаривают между собой, иначе как бы змей разговаривает с Хаврой, Хаврой разговаривает с Саддамом, разговаривает с ними обоими, они все разговаривают между собой. диалога, она ему дала и он ел, то есть они были настолько едины, что он точно так же, как рука его поднесла ему плод, и он съел, да, настолько они были едины, и в этом как раз вот причина греха, что Хавр со змеем были разные, и змей знал, что нужно подойти к Хавре, да, потому что через неё он сможет ввести в грех Адама, но не Адамы и Хаврой, было такое единение, что он даже ничего не сказал, она дала ему, он ел, точно так же, как рука поднесла, и он съел. Так что это плохо, что ли, соединение? Как теперь понять? Это плохо, потому что это идет, это не соответствует замыслу Всевышнему, который сотворил человека для того, чтобы с ним поговорить. Человеку он дал женщину, чтобы он с ней разговаривал. То есть он отделяет, совершает все более большие разделения для того, чтобы потом сделать соединение. То, что говорится, что Чува была создана до творения мира. То есть вначале он создал Галут фактически, то есть отделил от себя какую-то часть для того, чтобы она потом вернулась, чтобы испытать вот эту радость встречи. И здесь мы видим как раз цепь последовательных разделений, цепь последовательных изгнаний и так далее, задуманных изначально. Вот как-то так мне видится. Спасибо, очень здорово, да. Да, интересно. Получается, вначале было единство у мужчины и женщины, а потом произошло разделение. Для того, чтобы было возможно движение, необходимо было их разделить. Чтобы было две разные сущности, между которыми возможен диалог. Пока они соединены спина с спиной, они даже идти в одном направлении не могут. Они не могут соединиться никак. С одной стороны, это ощущение спина к спине, это полного единства, что мы одно и то же самое тело, мы друг друга как бы даже защищаем. Это ощущение очень такое уверенное, когда встают спина к спине и защищают друг друга. А с другой стороны, тут нет лицом к лицу. То есть соединение, когда ты видишь перед собой своего партнера, когда ты с ним разговариваешь. У Адама, получается, вообще первый этап был, что у него даже не было нехватки. То есть вот когда спиной спиной, как вы говорите, он считал, что нормально, с ним все в порядке. Он только это понял, когда увидел животных парами. Тогда он понял, что ему тоже нужна пара. Да, да, да. Ему не нужна была женщина, в принципе. Только когда он увидел извне, что пара... Интересно, да. Я не слышал, но это очень симпатичное объяснение. Ну, мне кажется, как раз Всевышний этого и хотел. Поэтому он подводил ему животных, чтобы он давал имена. Потом показать, что тебе не хватает пары. Потом отделил хаву. Ну, вот это как раз идет, да, цепь разделений. Спасибо. Я думаю, что, собственно, жена не выполнила своей миссии, она его не уберегла, она ему не помогла в нужный момент Адаму. В общем-то, то, что у нее было возложено ему помочь, она как бы сделала что-то не то. Ну, конечно, всегда женщина виновата. Женщина виновата, да. Получается, что вот соблазн, вот этот змей, который он, собственно, змей, это некий символ, это некая свобода воли, соблазн, желание, вот, который в женщине, это ее слабости, вот с этого как бы все и начинается. История человечества. Кто-то что-то захотел, не того, что нужно. И не удержался. А теперь вот надо к этому как-то возвращаться. То есть искать такую жену, которая будет помощницей, а не подводить под монастырь, так сказать. Кто-что ищет. Это мы уже не можем. Это каждая решает. Да. Помощница именно в познании Всевышнего, именно в этом главная ее как бы цель получается. Да, да. Все хорошо. Ну, а если ее задача будет заключаться в том, что вам, как говорит, вас провоцировать на всякие гадости, говорить вам гадости, потому что помощница она будет в этом смысле, а не в том смысле, что она будет вам помогать читать книжку. Это же разное же. Тут же сказали, что абсолютно все может быть по-разному. И мы сами не знаем, зачем нам это дано. Значит, это выисправление. На женщине дом, ее стремление к единству, ее инстинкты должны как бы соответствовать ее предназначению. То есть хранить дом, хранить семью. И жены прадцев именно этим и отличались. В общем-то. Вот. И у них были именно эти инстинкты по сравнению с хавой, которые, так сказать, это исправление хавы, как бы было в женах прадцев. Вот. А в самих прадцах было исправление Адама, в общем-то, в каком-то смысле. Но это уже выходит за рамки наших обсуждений, я думаю, сейчас. Есть вопрос из Ютуба, Шния. Вот Юра спрашивает такую потрясающую вещь. В Адаме было две личности. Или личность хавы активирована позже на вопросах, после глубокого сна. Что про активацию? Я думаю, что две личности такие было, но она ощущалась как одна. Это очень странно. Там есть двойственность в самом стихе, когда он говорит о создании человека Захара Накива, Бара, вот он. Он создал его. С одной стороны, он создал Захара Накива, то есть как бы двоих, а сказано его. И назвал их имя Адам. Там все время как бы игра такая между одним и двумя. Поэтому как бы два в одном там было. Смысл этого я не могу понять. Это какой-то... Очень интересный вопрос, очень сложный. Очень сложный, да. Но интересно. Но у Нахаша Змей личности по-видимому не было. Он был просто инструментарен. У него была личность. Конечно, у него была личность. У него же был какое-то желание что-то сделать и так далее. Не то, что он робот какой-то. Маниту... Нет, но это тоже вне рамок нашего урока. Маниту считает, что Нахаш... Да, вот мы учили, что Нахаш это такая модель человека, только в нем нет морали. Все остальное как бы то же самое. Естественный человек. И в принципе, если так сказать, совмещать это с историческим планом, то можно сказать, что Адам рождается тогда, когда в человечестве появляется мораль, понятие морали. А до этого, как бы, несмотря на то, что он же высокофункциональный, может быть, животным, но еще пока у него нет понятия морали, он не человек. Ладно, но это отдельная история. Окей. Ну, вообще, русское слово супруг и супруга, мне кажется, просто в данном случае великолепно подходит. Я не знаю, кто это придумал, но это был простой человек. Эзер Кенекдо, супруг, подпруга, упруга, не знаю как, но, в общем, по-моему, это потрясно. Супруг? Да. Супруг прет вместе с тобой что-то типа это. Окей. Ладно. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Хотел добавить. Хотел добавить. Было очень интересно. И спасибо всем, кто участвует, потому что без вас было бы мне неинтересно. И встретимся на следующей неделе, у нас будет занятие. Правда, Андрей? Да. Да, в следующий четверг в 6 часов. Окей. Я делаю дополнительную рекламу. У кого есть силы, пожалуйста, отдохните полчаса 40 минут. В 8 часов у нас будет Мейер Левина. Потрясающий энциклопедист. Каждый может добавить то, что он хочет. Это не будет уменьшать. Мы начинаем как бы новый цикл занятий. Будет называться «Еврейский книжный шкаф». Книги, первоисточники. Нет, первоисточники и тексты, я думаю. Первоисточники, классические тексты. Мы начинаем с книги Таилин, Салмы. Прежде всего, начнем с тех разбора тех салмов, которые часто читают в субботу, в цикле «Земра» и так дальше. Все приглашаются. Всем счастливо и пока. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok.